Грандиозное культурное событие происходит в эти дни в Сыктывкаре. Это фестиваль балетного искусства Зарни Джиджес, в переводе с коми «Золотые ласточки». Событие знаковое не только для нашей республики, оно представляет собой культурное наследие всех финно-унгорских стран и регионов. Сегодня у нас в гостях известный балетный критик Александр Максов. Побеседуем с ним об этом поподробнее. Александр Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Пускай вопрос покажется для вас банальным, но я знаю, что в республике у нас впервые. Как вам наш город? Как Сыктывкар для вас? Вы знаете, хоть я и впервые в Сыктывкаре, но я очень долго шел к этому визиту. Потому что с Сыктывкаром очень много было ассоциаций у меня связано в жизни. Прежде всего потому, что я знаком с Ольгой Васильевной Каханчук, мы с ней работаем вместе, которая была прима-балериной долгие годы и, в общем, выдающийся деятель балетного искусства республики Коми. Ну и кроме нее много других. Андрей Меркурьев, который ныне салис Большого театра, уроженец этих мест. Максим Фомин, танцовщик театра оперы и балета, который тоже сейчас работает в Москве. В общем, короче говоря, очень много ассоциаций. Вот вы публикуетесь как балетный критик. Как бывает, а звались о премьере «Барышня Крестьянка». Вот автор ей присвоил необычный жанр – балет «Водевиль». Очень правильно. Правильное жанровое определение, потому что, на мой взгляд, найдено очень хорошее решение постановки этого балета. Хотя это русская классика, это Пушкин, это, так сказать, достаточно такой балетный сюжет. Но, наверное, если бы обратились к какому-то жанру такому лирического спектакля, сугубо лирического, серьезного, может быть, мелодраматического отчасти, то, наверное, это бы не было так актуально и не нашло бы такого отклика у зрителей, какой я наблюдал во время премьеры. То, что этот спектакль очень жизнерадостный, очень светлый, это, по-моему, замечательная все-таки находка, решение. И, конечно, то, что у театра появился эксклюзивный, как сейчас принято говорить, балет и мировая премьера, собственно говоря, состоялась в театре «Барышня Крестьянка» на музыку местного, скажем так, композитора Гетцмана. И, правда, это коопродукция получилась, потому что балетмейстер Петербургский, Ленинградский. И, в общем, все это как-то сошлось, совпало, и получился очень такой жизнерадостный, оптимистический спектакль. И я так понял, насколько нам не хватает сейчас вот этой какой-то лучезарности, доброты, как публика реагировала на перемирие много лет ссорящихся людей. Кстати, как вам сектывкарская публика? Вот она созрела до этого? Публика реагирует адекватно, это говорит о том, что она правильно получает тот месседж, как сейчас говорят, который со сцены артисты пытаются до нее донести. Балет – это очень тонкое искусство, недоступное каждому для понимания. Азарни Джиджис направлен на возрождение балетного искусства. Вот как вы думаете, позволим немножко самокритике, сектывкар потянет? – Ой, вы знаете, этот вопрос, конечно, очень болезненный, потому что… Сейчас попытаюсь кратко пояснить свою мысль. Значит, во-первых, фестиваль возрождается. Он, насколько я знаю, проходит в третий раз, с какой-то небольшой там паузой во временной. Но то, что театр взялся за вот этот проект, это говорит о том, что в театре работают большие энтузиасты. Почему? Потому что балетное искусство, ну, не буду сейчас каких-то лекций читать, это, конечно, искусство крайне затратное. Затратное материально, затратное финансово, затратное интеллектуально и так далее, и так далее. Вот я часто езжу, да, по России и по регионам, и там, где лидеры, губернатор или глава республики, или президент, так сказать, да, властимущий, придержащий человек, понимает значение для своего региона этого театра музыкального, театра оперы и балета, для духовного развития своего, так сказать, региона, для воспитания молодежи и так далее, и так далее, для нравственного воспитания. Вот там театры поддерживаются, и там они влачат, ну, не жалкое существование. Что касается Сыктывкарского театра, здесь идут в репертуаре серьезные спектакли. Здесь даже есть эксклюзивная опера, которая не идет, по-моему, нигде в России, это «Обер», «Черное домино». Сейчас появился еще один эксклюзивный спектакль, о котором я говорил, барышня-крестьянка. То есть театр, взявшись за проведение фестиваля и пригласив сюда гостей из финно-угорских, вот, так сказать, регионов, говорит о том, что непросто, конечно, театр живет, это непросто провести такой фестиваль, но, тем не менее, люди, вот, напрягшие все свои мышцы и нервные клетки, вот такой фестиваль проводят. И я думаю, это очень правильно, потому что, может быть, даже и не все получается так, как сами люди хотят и ставят перед собой задачи, но то, что это в этом направлении театр идет и развивается, мне кажется, это вот дорогого стоит. Слушай, у нас осталось немного времени, чтобы насладиться балетными изысками. Хорошего вам просмотра грядущих премьер. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Спасибо вам. Напомним, гостем нашей студии сегодня был Александр Максов, театральный критик, член Союза театральных деятелей России.